В Страсбурге, в здании Европарламента, сегодня прошла церемония прощания с Гельмутом Колем, бывшим канцлером Германии, одним из идеологов современного Евросоюза. Напомню, он скончался 16 июня. Проститься с Колем приехали многие мировые лидеры, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. Продолжит Алексей Пшемызкий. Архитектор Евросоюза, добившийся падения Берлинской стены и объединения Германии в 1990 году, Гельмут Коль отдал своей стране 16 лет в должности канцлера и всю жизнь был главным идеологом расширения Евросоюза. Здесь, в ЕС, его по праву считают отцом-основателем современной Европы. Церемония прощания прошла в главном зале Европарламента. Чтобы пронести гроб с телом экс-канцлера Германии, пришлось убрать первый ряд кресел. Впервые с момента строительства здания. Коль был храбрецом, человеком, объединившим Европу. Он выступал за мир и справедливость без границ. Сегодня нам нужна более эффективная Европа, та, о которой мечтал Гельмут Коль. Не просто общий рынок с единой валютой, а союз, который ставит права человека превыше всего. Проститься с Колем в Страсбурге собрались десятки европейских лидеров и сотни политиков со всего мира. Сегодня здесь, в Страсбурге, Немеччина, Европа и весь мир прощались с великим немцем. Великим канцлером, который объединял Немеччину. И великим лидером объединенной Европы. И великим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в родине европейских народов. Я верю в то, что объединенными с усилиями Европы и света мы можем повернуть мир в Украину, мир в Европу. На церемонии должен был выступить Михаил Горбачев, поддержавший в 90-м году идею Коля объединить Германию. Но в последний момент из-за болезни врачи запретили ему столь дальние путешествия. Слово взял близкий друг Гельмута Коля, бывший президент США Билл Клинтон. Каждый из нас рано или поздно окажется в гробу и вопрос в том, что мы оставим после себя. Гельмут Коль дал каждому из нас возможность сделать что-то большее. Создать мир, в котором никто не будет господствовать, где у каждого будет право на свое мнение, где мы сможем преодолевать наши разногласия. Но без разногласий не обошлось. Вдова Коля, Майки Рихтер, выступила категорически против проведения официальной церемонии в Германии, где, по ее словам, якобы недооценивают вклад Коля в развитие страны. Гроб также не был покрыт немецким флагом, только флагом ЕС. Сам Коль в завещании якобы высказался и против участия в церемонии Ангела Меркель, политикой которой, по словам многих, он в последнее время был недоволен. Однако нынешняя канцлер Германии все же сказала прощальное слово вместе с новоизбранным президентом Франции. Для моего поколения Гельмут Коль – это история, история объединенной Европы. Без него нас здесь не было бы, без него не было бы той Европы, которая есть сегодня. Мы должны бороться за Европу, за европейское будущее, и я смотрю в это будущее с оптимизмом. После церемонии тело Гельмута Коля отправили на корабле по реке Райн, прямо из Страсбурга в немецкий город Шпайр, где пройдет молебен, а затем он будет похоронен. Не будут ли похоронены надежды Гельмута Коля на успешную и процветающую Европу? Главный вопрос, которым задаются многие политики, в том числе и здесь, в Страсбурге. Кризис беженцев, угрозы терроризма, Брекзит и противостояние российской агрессии – это лишь малая часть тех вызовов, с которыми теперь столкнулись нынешние европейские лидеры. Удастся ли Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону сохранить Европу Гельмута Коля, не проигравая популистам, вроде Марин Лепен покажет время. Из Страсбурга Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер.